С сентября изменится способ начисления платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды. Речь идет об электричестве, холодном и горячем водоснабжении и водоотведении. Изменения коснутся домов, находящихся под управлением управляющих компаний, ТСЖ и кооперативов, в которых установлены общедомовые приборы учета, и в которых не принято решение об оплате коммунальных ресурсов по факту за минувший месяц. Если в многоквартирном доме приборы учета коммунальных ресурсов не установлены, то начисление платы за коммунальные ресурсы на задержание общего имущества не изменится. Согласно новым требованиям, потребители будут оплачивать объем коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета. Сейчас оплата в большинстве домов идет по нормативу. В настоящее время такое начисление осуществляется по нормативам потребления. И возникают ситуации, когда потребители оплачивают большее, либо меньшее количество коммунальных ресурсов. И данные нововведения призваны устранить данные несоответствия. Жителям многоквартирных домов нужно выбрать один из трех способов начисления. Ежемесячно по показаниям общедомовых приборов учета, либо по среднемесячному потреблению коммунальных ресурсов на общедомовые нужды в данном доме за предыдущий год или исходя из установленных нормативов потребления. Второй и третий вариант предполагают ежегодную корректировку. Решение должно быть принято потребителями до 1 сентября этого года.